Так, народ, без паники, сейчас все разберем. Начнем с того, что Франц ТВ в Твиттере, нынешним Икс, объявили, что пятый сезон будет, притом скоро. Нам известно, что он будет состоять из 26 эпизодов, а описываемые события будут происходить спустя 3-4 недели после конца четвертого сезона. Напомню, что Анкама также выпускает мангу «Великая волна», о которой, я думаю, мы поговорим в следующий раз. В ней события разворачиваются спустя 4 месяца после четвертого сезона. То есть пятый сезон находится между четвертым и мангой, и для шестого сезона места нет, что подтвердили создатели. Совсем недавно прошел Анкама Конвеншн. Это мероприятие посвящено всем творениям компании. На нем тот поделился некоторыми подробностями по предстоящим проектам, и пятому сезону в том числе. Выяснилось, что пятый сезон планируется на 2026 год, и уже находится в стадии подготовки к производству. Но, знаете, что-то мне подсказывает, что переносы будут неизбежны, учитывая, что у Анкама еще даже денег нет на производство. Франц ТВ могут дать не более 25% от общего бюджета. Поэтому в феврале 2025 года нас ждет Кикстартер. Также нам известно, что за режиссерским стулом снова будет сидеть Малик. Стоп, вы не знаете, кто такой Малик? Ну, это французский дизайнер, блогер, раскадровщик. Мне кажется, его работы скажут все сами за себя. И он же совместно с Тотом режиссировал четвертый сезон. Они вдвоем также планируют выпустить новый мультсериал про Срама, вдохновленный Дэдпулом. Морш и Кен. Если это, конечно, так читается. Морш и Кен. По пятому сезону и в целом по мультсериалу Вакфу информации больше нет. Разве что, кажется, нам дали жирный намек на то, что у Манги Великая Волна будет плохой конец. Так как Тот сообщил, что у Манги не будет экранизации, ведь он не хочет, чтобы сериал заканчивался плохо. Да. Но хотя бы мы можем быть уверены, что с Персидалями все будет в порядке, ведь Манга сосредоточена в основном на юга Амалии и Адамая. Что там уж будет, подождем и увидим. Но как минимум мы знаем, к чему это все приведет. К Великой Волне и началу новой эры Вейвен, познакомиться с которой уже можно сыграв в игру. Там мы встречаем Персидалей, а вот Королевской Троицы пока не видно. На одном интервью Тота спросили, почему в Вейвене нет рас Садидо и Элеотропов. Хотя, поправочка, Садидо там есть в виде NPC. Но ладно, предположим, что вопрос был про то, почему они не относятся к играбельным классам. Тот на это ответил, что кое-что произойдет в мультсериале Вейвен, что прояснит это. Вакфу закончится на пятом сезоне, и далее пойдет его сиквел Вейвен. О нем известно не так много, и всю известную информацию я уже озвучила в видеоразборе четвертого сезона. И раз уж мы все тут собрались, пройдемся по проектам и обновим информацию. Мультсериал Вейвен Вейвен это сиквел Вакфу, в котором будут некоторые герои, которых мы все так хорошо знаем. Предполагаю, что мы все так же будем следить за Персидалями и Королевством Садида. И скорее всего я окажусь права, потому что на том самом Анкама Конвеншн Тот показал несколько концепт-артов, где фигурировали Эли Ли и Пин, которых у нас, к сожалению, нет. Сюжет разворачивается спустя 10 лет после событий четвертого сезона. Далее цитаты Тота. Он позволит мне заставить людей заново открыть для себя мир. Мы начали писать сценарий Вейвена и даже знаем, что произойдет в третьем сезоне. У нас есть сценарии первых четырех эпизодов и общий сюжет. Я написал их, когда закончил писать четвертый сезон в 2022 году. Вейвен будет для аудитории постарше. Первые сценарии рассказывают об алкоголизме и наркозависимости. Я бы не стал показывать это своему шестилетнему ребенку. Никаких дат пока нет, но, честно, я жду этот проект больше, чем пятый сезон. И вкину еще такой факт. Нас ждет много драмы в стиле греческой мифологии. В одном интервью тот сказал, «Для Вейвена мы разработали сюжет, который разбивает мне сердце. Когда нам приходят великие идеи, я говорю себе, так надо. Моим источником вдохновения служит греческая мифология. Она мне нравится. Истории из греческой мифологии никогда не заканчиваются хорошо. Греческая мифология преподает жизненные уроки. И мне нравится доля драматизма в ней. Она меня очаровывает. Я надеюсь, так же воспринимается и мир Вакфу. У нас есть персонажи, которые живут и умирают. Такова жизнь». Игра про Тороса. Это платформер, с помощью которого мы сможем больше узнать о Торосе и его мире. Мы будем играть за Тороса и сможем раздобыть шесть дофусов-некромов. И по рассказам Тота, игра должна выйти примерно через два года. Здесь добавить нечего. Едем дальше. «Бесталь». Мультсериал «Айрен». Сильный и дерзкий молодой Азамодес, работающий смотрителем приюта для животных на острове Коклин. Однажды Илонд, легендарное существо, за которым она присматривает, похищает ужасные банды мясников, группа опасных мафиози. Девушке с помощью своего нового друга Тима придется столкнуться с серьезными противниками, готовыми на все, чтобы добиться своего. Этот проект запланирован на 2025 год и будет в том же формате, что и Лансдур, то есть 7 серий по 12 минут. Также, вероятно, мы встретим в сериале «Адамая», так как он показан на обложке в своем драконием обличье. Ну, либо он тут просто для красоты. Флоппин и мат. Проект, который расскажет о путешествии Флоппина и его дедушки, находится в стадии написания и, скорее всего, будет в формате комикса. Новой информации нет. Вэлш энд Шеддер. Это проект, от которого отказались, потому что телеканал Франс ТВ счел историю слишком мрачной. История повествует о Вэлше. Юноше вынужден бороться за наследство, о существовании которого он и не подозревал. Трон королевства Бонта. Вэлш энд Шеддер запланирован на конец 2025 года и будет состоять из 12 эпизодов. Сценарий написан к 5 из 12, но к концу года его должны дописать. Первый эпизод будет называться «Грибной пирог». Также, возможно, у сериала будет второй сезон. В трейлере мы можем видеть Джориса, Кана Каркаса и Сифо. Они по-прежнему должны появиться в сериале. На этом у меня все. Напоминаю, что все новости, касающиеся проекта Фанкамы, публикуются в группе Вакфу Дофус Вейвен. А чтобы не терять связь со мной, можете заглянуть на Мэйскую пашню.